воды мне хватит полтора литра утром в 5 утра мы должны были прибыть в москву и 5 утра тоже есть не буду и в 7 и 8 и думаю как раз я съем или яблоко или мандарины а там можно быть уже что-то позавтракать я съедаю огромный этот мандарин так ложусь думаю полежу немножко посмотрю сейчас фотографии свои то что я нас не мало так подремлю и друг заходит парень и ведет ко мне ложится на соседнюю полку со мной игрой я думал никого не будет а он говорит как не будет сейчас наберется говорит набьется полный вагон люди наберутся за всю ночь пока до москвы доедем вагон вагон будет полон я так удивила говорю а куда люди едут он говорит как куда на работу и тогда до меня дошло это все те люди вагон набился вагон набился до отказа натопили до двадцати шести градусов дышать нечем окна все закрыты снаружи было уже холодно внутри 26 градусов по окнам течет вода дышать нет нечем запах соответствующий битком едут одни мужчины а кроме меня наверное счет только одна женщина была все правда спокойные и трезвые никакого скандала никакого мата никаких выпиваний не было все люди ехали на работу это все те люди которые едут на вахту те которые работают в москве по две недели и вот с ними мы разговаривали они рассказывали про жизнь рассказывали где рак то работает было интересно очень вот в этом вагоне был у нас биотуалет вот я не знаю какой то ответ будет на вопрос всем тем кто сомневался какой вагон и как должно быть и что я ожидала душ в своем купе я как никаких душ и душ и туалет в своем купе не ожидала потому что каждый поезд я так понимаю разный вот это о том о поезде потому что такая возникла переписка возникла тем надо посмотреть надо зайти вот что было то было до 26 градусов натопили чуть нас не задохнулся но в пять утром уже прибыли в москву такой легкий был снежочек и скит в воде в в в в в в в в заклеены лентами, изолентами. Едет, куда-то едет. Там две женщины в белых одеждах, такие темные, в каких-то белых варанжах. Темная женщина в белых варанжах. Здесь такой парк красивый мы проезжаем. Так, что еще рассказать про Пензу? В Пензе вот дороги. Да, то, что пропускают пешеходов, меня поразило, несказанно приятно. Я даже не верила сестре, когда она мне говорила, что у нас. Да, у нас пешеходов пропускают. Думаю, как странно, но вот оказалось, что да, пропускают. И они все смеются. Говорят, ну потому что штраф тысячи рублей. Ну потому что штраф или нет, во всяком случае пропускают, и это очень здорово. Но то, что не все хорошо на дорогах, это все понятно. То, что не пристегивается в машинах, это все вы знаете. То, что машины водят ужасно, это тоже вы все знаете. Поворотники не включают. На маршрутках я вообще, маршрутки, я не знаю как. Это надо какой-то специально иметь или характер, или образование, или уметь водить машину, чтобы быть, вот именно маршрутку водить. Потому что это какие-то прям комикадзии с полной маршруткой людей. подрезают, вылезают, выскакивают. Вообще, это, конечно, для меня это было полнейшее удивление. Поотвыкла, поотвыкла. Вот это про вождение, про машину. Да, и машина тоже меня поразила, я отвыкла. То есть глаз цепляет то, что новое. Вот мне глаз зацепило то, что машины грязные. Да, конечно, в России погода не такая, как здесь у нас. Но все равно машина, поскольку не мыта их, видно, что скрипком уже нужно мыть. Я знаю, сколько машин нужно не мыть, чтобы она так выглядела. Вот это меня глаз цепило. Но опять, почему? Потому что основное количество людей живет в жилых высотках, не в частных домах. То есть в частном доме, я понимаю, или ты едешь на мойку и моешь машину там, или ты в частном доме, ты из шланга, или там как-то из ведра, кто как любит, моет в частном доме. Это проще. А когда ты живешь в высотке, конечно, сложно. Потому что около дома, где машину мыть неудобно. Хорошо, что хоть парковки сейчас такие хорошие, огороженные все. Мне это очень понравилось. Место езди поставить машину. Какой красивый мейбор. Вечная эпоха с Бриндж, да, Валти-Бриндж. Валти-Бриндж. Это мост называется. Валти-Бриндж. Назван автором. После именем одного из премьер-министров. Валти-Бриндж. Кей-Бриндж. Это вот парк, где видите чертовое колесо. Это парк, Луна-парк. А с этой стороны промышленный. Упс, очень видно. Эстакады. Что, фантастические места. Да, может быть, этот. Я думаю, этот. Вы можете найти там. Это Марк увидел сейчас рекламу. У меня сестра ходила, смотрела этот фильм. То, что было до Гарри Поттера. И ей очень понравилось. Я вот Марку сказала, он сейчас увидел рекламу. Я говорю, мы скачаем, посмотрим. Вот очень много в Мельбурне, смотрите, строится. Еще находят места и строят. И настраивают, и настраивают эти дома. Вы все-таки. Самый центр. Прошу прощения, красота, конечно. Да? А там мост. Он говорит, вот смотрите, какой въезд. Такие ворота. Красивые. Как две палочки такие. Вот название моста. Болти-бридж. 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 Река Яра. Это вы уже все видели. Это вы уже все знаете. Мы здесь ездили. Не один раз. Да, видео-то у меня сегодня получится. Я не знаю, какой длины. Ну, какой получится, такой получится. Обычно я загружаю коротенькие видео. Но сегодня получится длинное. Может быть, я его разделю. Ну, кому интересно будет смотреть и слушать, будете смотреть и слушать. Кому не интересно, выключите и не смотрите. Про видео я хочу опять что сказать. Да, возвращаемся к видео. Значит, почему в Пензе я много не записывала? В основном, знаете, проводила время... Проводила время с мамой. Вот два месяца для меня пролетели в Пензе. И как, вы знаете, вообще даже, не знаю, оглядывалась. С первого дня, как только я вернулась, как будто это был сон. Вот как будто я видела сон. И во сне вот это было несколько событий. Приятных. Спокойных. Сейчас мы въезжаем. Я покажу. Вест Гейт Бридж называется. Это какая машина едет. Это рецепт расследоваться. Какая машина. Обычно, знаете, у таких машин много разных, ретро. Когда выставка где-то... Вот еще одна точная. Это где-то выставка или... Да, куда-то они на выставку едут. Наполированные, начищенные. В них прям смотреть можно. Красавицы такие. Ясно. Гейт Бридж. Вот мы въезжаем. Красивейший мост. Уграничение скорости 80 километров, вы видите, сверху. Это новые машины. Какие машины, Марк не очень уверен. Что это за машина? Такой красивый въезд. Это желтый колпачок показывает направление ветра. Это дорога бесплатная. Австралийские флаги, мы видим. Русские флаги. Раньше было здесь четыре полосы с одной стороны и четыре полосы с другой. Сейчас сделали одну полосу дополнительную, с каждой стороны и сбоку вы видите два бордюра. Один бордюр короткий и один высокий бордюр. Пять лет назад что случилось, один мужчина выбросил двоих детей через этот мост туда в реку. Что было я не знаю, это другая история, но после этого сделали вот это дополнительное высокие ограждения и называется ограждение самоубийцы. То есть, если кто-то захочет прыгнуть, у него не получится. Хотя, если кто-то решит, я так думаю, захочет и перелезет куда угодно. Но, ладно, это другая история, об этом можно поспорить тоже. Так, о чем мы разговаривали? Мы разговаривали о том, что я делала в России и что я видела и что я делала. В Пензе очень много всего нового, очень много красивого. Ничего я не успела увидеть, ничего я не успела посмотреть. Но я совершенно не жила. Почему? Потому что я проводила время с мамой, со своей семьей, которых я вижу очень и очень редко. Мамочке 80 лет и у нее очень много заболеваний всевозможных. У нее ножки плохо ходят, у нее ручки, у нее было два инфаркта, микроинфаркта. У нее парализована одна рука, она практически у нее не работает. Вторую руку она летом ломала, у нее вторая рука была три месяца в гипсе. Спасибо, моя сестра смотрела за ней очень хорошо и смотрит за ней очень хорошо сейчас. И мне хотелось провести как можно больше времени с мамой, что мне ей удалось. Почти каждый день я к ней бежала, я что-то у нее делала. Мы с ней делали, ну мы с ней, потому что мы с ней. Она садилась со мной рядышком на табуреточку, на стульчик и смотрела то, что я делаю. И мы с ней разговаривали, наслаждались временем. Там красивые мои окошки, мыло окошки, там ванны, косметический ремонт. Мы с ней готовили. Мы с ней разговаривали, мы смотрели фотографии, вспоминали прошлые годы, вспоминали какие-то истории. Мы ходили, пару раз я ее вывела погулять, так с трудом у нас получилось. Но два-три раза мы сходили, сколько она захотела, больше она... В общем, то, что могла сделать для нее, я сделала, хотя я считаю, что я сделала недостаточно. Можно было бы, наверное, что-то и больше. Порой вот лежу сейчас и думаю, надо было еще нам, может быть, какой-то день придумать, чтобы... Какие-то процедуры, может быть, какие-то массажи надо было. Ну, вы знаете, вот все сразу, вот за два месяца, ну, не успела, вот не успелось. Вот столько было сделано, столько было... Вы знаете, вот два месяца мне не хватило. Вот не хватило, я даже не успела соскучиться по своей, по марку и по делме. Ну, потому что я думаю, что очень много времени, ну, времени все время провожу с ними. И даже будучи в России, я каждый день разговаривала с Марком порой по два раза. И мы виделись на скайпе и с Марком и с Телмой. И было такое ощущение, что они все время со мной. А вот в России, конечно, нет, все мои родственники. Первый раз я видел маленькую Вареньку, которая родилась без меня. Такого чудесного человечка маленького, обаятельного. Вот это все было, конечно, очень дорого и ценное. Время, проведенное в России, было, конечно, для меня бесценным. Мне вот все, вы знаете, начиналась моя поездка с волнения. Я не знала, как и что будет в России, как меня встретит Россия. Я не знала, что ожидать. Я не знала, вот это светится в темноте, этот домик. Я не знала, что думать. Я не знала, что я могу увидеть. Какими будут мои впечатления. Все это был большой вопрос. Это меня немножечко напрягало, это меня немножечко волновало и тревожило. Но когда я сдала свои два чемодана в багаж с тридцатью килограммами веса без проблем. Я уже тогда вздохнула. И перелет мой прошел необыкновенно легко и просто. Я летела, да, это был еще один вопрос, авиалиниями, которые называются Кота. Это какие-то, мне кажется, если не набрать бы, но из арабских. Какие-то такие. Я летела от Мельбурна до Даха 15 часов. В Дахе у меня была Даха. Дахе или Даха, как угодно. Пересадка на другой самолет. Перерыв между самолетами был небольшой. По таким рейсам бывает и 6, и 7 часов, несмотря как летишь. В этот раз было 3 или 3,5 часа. И уже Даха, Москва я летела 5 с чем-то часов. Долетела то же самое. Я начала пить таблетки от укачивания перед полетом в Мельбурне. А вот обратный путь я летела. Я даже забыла про эти таблетки. Я их не пила и тоже долетела прекрасно. В общем, долетела чудеснейшим образом. Меня встречала сестра, как я уже рассказывала. Твою любимую, любую приветствую. Моя красавица. Очень она мне помогла. И поезд-то был хорошо. Хоть он был и без туалета. Мне не важно было. И телевизор-то этот мне не нужен. Он не нужен был вообще до смерти. Просто это к тому, что она, проводница, мне сразу сказала, я решила сделать обзор каюты. Каюты. Эти тупы. И поэтому спросила проводница. Так он без туалета. Телевизор не нужен в этом тупе. Прекрасно. И вот у меня даже и погода. Все эти два месяца, вы знаете, мне так перезвонил дождь. Дождь, может, был пару раз. Остальное время было сухо. Не было ни грязи, ни слякоти. Было сухо и прохладно. Началось от плюсовой температуры. Я была в маечке, в теплой. По-моему, даже плюс 20 было пару дней. Как раз был юбилей и память моей бабушки. Я приехала, мы ходили на кладбище. И в этот же день был юбилей. 28 лет совместной жизни моей сестры с мужем мы отметили. Мы с утра наплакали, сходили на кладбище. Вот у меня есть немножко видео. Наплаканные, заплаканные. А вечером вот у нас домашний опять юбилей. Мы накупили суши, целый стол. Вот вы знаете, шло просто все прекрасно. Вот как вот один снежный прекрасный ком. До того люди добрые, до того молодежь хорошо и взрослые разговаривают. И в маршрутках, и на улице, и в магазинах. И вот любой обслуживающий персонал. Единственный раз нам попалась такая злочка кондуктор в одном из автобусов. Там вот мне было интересно, мы прокатились пару или три раз на автобусе. В основном это маршрутки. И троллейбусы я не помню. Нет, троллейбус, наверное, я даже не помню, есть ли троллейбусы или нет еще в Пенице. Наверное, может быть несколько есть, как бы не набрать. Вот видите, даже уже не помню. А в основном люди не очень много. На рынке, в магазинах, как-то между собой, соседи. Вот где мама живет, ну там пожилые, потому что старые дома, район. Проходишь тоже, ой, в кому-то с цветами, в кому-то все. Вот там еще сидят бабушки. А вот там, где живет сестра, там никаких бабушек нет. Хотя их дом тоже уже лет двадцать, наверное, и их дом. У них не особо новый дом. Ну все, в лифт все здороваются, в лифте здороваются. Все друг друга знают, как-то даже и кто не знает. Вот очень культурно. Очень культурно. Дворник, даже дворник, мне так приятно было. Какое-то такое приятное вот от этого чувство у меня происходило. Я не знаю, у кого как. Я рассказываю свои впечатления. Вы поймите, вот я рассказываю только то, что я видела. И то, что мне близко, и то, что мне было небезразлично в ту или в другую сторону. То, что меня поразило или в хорошую, или в плохую сторону. То, что я отметила, вот то я и рассказывала. Еда. Про еду я могу следующее сказать. Еда, как в России была, как была, так она и есть. То есть супы, салаты. Ну вы знаете, что в России есть. Единственное, вот раньше было меньше, слава тебе Господи, раньше было меньше этих салатов. Но был столичный этот оливье под шубой, который я с удовольствием ела. С огромным удовольствием. Просто облизывая пальчики, можно сказать. Ну грибы эти. Мне повезло столько грибов в этом году в Пензе было. Причем хороших грибов. И белые, и лисички, и какие там. И мы их и солили, и жарили. И супнули мне сестра. Господи, чего только она мне не готовила. Я с утра просыпалась уже. И дома все убрано. И уже наготовлено. И она уже на работу убегает. И с работы она куда-то бежит. Для работы что-то закупает. Куда-то для ребенка она закупает. Для внучки бежит. То есть она уже вечером возвращается. В общем, жизнь колесом. Но тем не менее она как могла. Вообще в любви и ласке. Я купалась. Это называется в любви и ласке. Хотя я отдавала сколько могла любви и ласке взаимно. Потому что это так и есть, наверное, в жизни. То, что ты даешь, то к тебе и возвращается. Возвращаясь, говоря о еде опять. Мне не понравилось то, что мы делали стол дома. И сестра взяла свой блокнотик. Говорит, ой, нет, здесь столько салатов. Сейчас давай с тобой выберем салат. Я говорю, ну давай. И начала перечислять ингредиенты. В определенный салат, который называется, например, наслаждение. Объедение какое-то. Боже мой. Я когда услышала, думаю, ничего себе. Это что за наслаждение. В любом салате вот ингредиентов столько, что не хватит пальцев на руке. Вообще, это похоже на следующее. Вот то, что у вас есть в холодильнике. Все это вы берете какую-то миску, режете. Или это уже порезанное, как, например, морковча корейская. Вот кладете на дно. Вот один салат, например. Она говорит, ой, такой вкусный. Я говорю, так, все, я поняла. Второй какой. Приблизительно такой. То есть по ингредиентам. Говорит, так, все, я поняла. Она говорит, так, ты уже отвыкла, она мне говорит. Ты такой не ешь, тебе не нравится. Ладно. А у нас люди это едят. Мы с людьми. Я сейчас смеюсь такой вспомнила. Сидят люди, едят уже почти. Ну, вечер в конце уже. Скоро надо стол сладкий накрывать. Я спрашиваю, поели, поели. Раз одну тарелку убираю, вторую тарелку убрала. Тарелки со стола. Думаю, сейчас уберем эти салаты со стола. Попадем сладкий стол накрывать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok